Хо-хо-хо-хо! Merry Christmas! Декоративные вещички я сделала своими руками, конечно же все это отсняла, но к большому сожалению у меня сейчас такая нехватка времени, что я просто не могу обработать для вас это видео. Я до последнего надеюсь, что до наступления нового года я все-таки смогу поделиться с вами этим видеороликом, где покажу вам как украшала квартиру, чем и как я эти вещички делала. Помимо рукотворного декора я также решила заказать несколько классных и интересных вещичек с одного китайского сайта newchick.com. Это китайский интернет-магазин на подобии площадки Алиэкспресс, но я думаю, что все его в принципе и так уже знают, поэтому не нужно рассказывать о нем подробно. Я сформировала заказ где-то в середине ноября и честно сказать, у меня до последнего были сомнения, что я успею получить его вовремя до наступления новогодних праздников. И те вещи, которые я заказала, мне придется отложить до следующего нового года. Так как я заказывала с этого сайта в первый раз, то я не знала, насколько быстро они доставляют, какого качества будет товар и конечно же не стала делать сразу большой заказ, хотя в принципе не выбирала, наверное, миллион вещей. Я сделала небольшой пробный заказик, примерно на 2000 рублей и хочу сказать, что те вещи, которые я получила за эти деньги, действительно меня удивили. Поэтому сейчас хочу скорее поделиться с вами своими обновками и показать вам их более подробно. Итак, первое, что я приобрела, совершенно не относится к новому году, это просто нужная в хозяйстве вещь. Я заказала себе вот такой вот коврик, который хочу постелить на кухне. У нас ребенок аллергик, поэтому мы в принципе большие ковры не используем. Единственное, что я использую, это вот такие вот маленькие коврики, один в прихожей и один всегда у меня лежит на кухне, а еще один в ванной. Почему я использую такие маленькие коврики? Ну, потому что они очень компактные, их очень легко и просто постирать прямо в машинке, поэтому я даже не побоялась заказать себе белый. У меня кухня в светлых тонах и я вообще в принципе не очень люблю белый цвет. Коврик оказался очень мягкий, очень приятный. Я постелила его как раз на то место, где стою, когда мою посуду. И моим ножкам теперь всегда тепло, уютно и приятно. На сайте такие коврики были представлены в нескольких цветах. Я, конечно же, выбрала светлый. И также они были представлены в нескольких размерах. Но по той ссылке, по которой этот коврик заказывала я, размер был только вот этот. Ну и он в принципе меня устраивал. Хотя, если вы поищите, то вы сможете найти и больше, и меньше, и другие цвета. С обратной стороны у него вот такое вот прорезиненное покрытие, что не позволяет ему скользить. Например, у меня на кухне лежит линолеум и не каждый коврик может спокойно лежать и не двигаться. Этот коврик прилип намертво и ногами он не сдвигается, поэтому я им осталась полностью довольна. Следующие три приобретения, они однотипные, но каждый уникален по-своему. Я давно мечтала выложить себе на диване красивые декоративные подушки, но так как я живу в очень маленьком городе, у нас настоящая проблема купить красивые декоративные наволочки. Поэтому, когда я увидела на сайте красивые обалденные новогодние наволочки, я просто не удержалась и заказала их. Я решила не заказывать одну или две, а сформировать своего рода комплект из трех разных наволочек с различными рисунками, которые более-менее были бы схожи по тематике и цветовой гамме. Первая наволочка с изображением символа года, вот такая вот собака, если я не ошибаюсь, это бульдог. Если не права, то обязательно поправьте меня. Мне понравилось, что у него такие классные красные очки и красная бабочка. Очень он праздничный, очень нарядный и качество печати меня тоже очень сильно порадовало. Честно сказать, за те деньги, которые стоят эти наволочки, порядка 300 рублей, я была удивлена не только качеством печати, но и качеством самой ткани. Это 100% лен, а это, конечно же, здорово, потому что лен не марки, он прекрасно стирается, но и, в принципе, очень износостойкий, что важно для диванных подушек. Во-вторых, у этих наволочек действительно очень хорошее качество пошива, очень ровные швы. Я не нашла ни одного изъяна. Также огромным плюсом является то, что в них вшит вот такой вот потайной замочек, его совершенно не видно. То есть вы никогда не зацепитесь за него, например, какой-то нарядной блузкой, поэтому этими наволочками я осталась полностью довольна. Размер всех наволочек 40 на 40 сантиметров, но, по-моему, какая-то одна была 45 на 45. Я оставлю ссылочки на все товары в инфобоксе, поэтому вы сможете пройти и посмотреть по ним более подробную информацию. Значит, первая наволочка это с вот таким вот бульдогом. Вторая наволочка бесспорно новогодняя, она выполнена точно из такой же ткани, и на ней изображена вот такая вот шапка Санта-Клауса. Точно такое же хорошее качество ткани, точно такие же ровные швы, точно такой же, я даже потеряла, потайной замочек и отличное качество печати. Я, честно сказать, очень надеюсь, что эти наволочки не будут линять после стирки, что печать действительно качественная, и я пропользуюсь ими долгие-долгие годы. Ну и третья наволочка, которую я подобрала вот к этим двум, это вот такая вот черная наволочка с изображенной звездой, и почему-то вот именно эта наволочка мне понравилась больше всех. Опять же, выполнена точно из такой же ткани, точно такой же лен, точно такого же цвета, точно такое же хорошее качество пошива, точно такой же скрытый замок, потайной замок, вот он. Ну и точно такое же хорошее качество печати. Я выкладываю их на диван все три вместе, потому что именно вместе они смотрятся очень гармонично и очень празднично. Следующее приобретение это моя давняя мечта, вот такая вот электрическая гирлянда. Я много раз видела такие гирлянды в видео других блогеров, я много раз видела такие гирлянды на каких-то фотографиях в журналах, на каких-то интернет ресурсах. Но опять же я очень долгое время не могла найти такую гирлянду в своем городе. Поэтому когда я наткнулась на нее на сайте Нью Чик, то естественно что не смогла пройти мимо. В чем же фишка этой гирлянды? Во-первых она работает от трех пальчиковых батареек, что дает вам возможность разместить ее в любой точке вашего жилища и абсолютно не быть привязанной к местоположению розетки. Во-вторых как видите эта гирлянда не имеет традиционного провода, что в темноте дает эффект подобный парящим в воздухе светлячкам. То есть проволоку эту не видно, а видно лишь в горящей воздухе огоньки. Этой гирляндой я осталась очень довольна и скорее всего что закажу себе еще несколько таких, потому что у меня на такие гирлянды есть большие планы, как их можно применить. А применить их можно по-разному, не только украсть в елку, но и сделать какой-то очень красивый декоративный светильник. Например поместить эту гирлянду в стеклянную вазочку. Я например вот именно эту гирлянду буду использовать для оформления своих кухонных открытых полочек. У меня там стоят стеклянные баночки и когда я положила эту гирлянду, они очень красиво подсветились. Так что у меня эта гирлянда будет служить в роли обычного декоративного светильника. Поэтому я наверняка закажу себе еще парочку таких и сделаю из них тоже какие-нибудь интересные декоративные светильнички. Ну и последняя покупка это вообще моя любовь. Это тоже электрическая гирлянда, но вот такая вот классная. Видим маленьких деревянных домиков. Домики действительно выполнены из тонких деревянных пластинок, покрашены белой красочкой. И мне очень нравится вот этот эффект горящего света в оконцах. Гирлянда довольно-таки приличная по размеру, наверное метра полтора здесь. Десять вот таких вот красивых домиков. И у меня для этой гирлянды была особая задумка. Кстати она точно так же работает от пальчиковых батареек. Здесь нужно всего две штучки. Я планировала к новогоднему оформлению квартиры сделать небольшую композицию. Что-то вроде рождественской деревушки. Сделать картонные домики, сделать елочку, поставить машинки, все запорошить снежком. И когда я увидела на сайте вот эту гирлянду со светящимися домиками, я прямо так и представила ее вот в этой своей композиции. Мне показалось, что будет очень здорово выставить эти красивые домики где-нибудь под елочкой. Ну и составить вместе с ними какую-то рождественскую красивую композицию. Хотя в принципе я примеряла их и на елку, они потрясающе смотрятся и на елке. Я ставила их на камин, они потрясающе смотрятся и на камине. То есть у меня идей применения этой гирлянды тоже огромное количество. Ну что же вот и все, это были все мои покупочки. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ссылочку на все товары я конечно же оставлю в инфобоксе. А с вами прощаюсь не до следующей, а еще до этой недели. Всем пока-пока!